Самые надежные автомобили. Долговечные и безотказные на протяжении десятков лет. Какие они? Вопрос совсем несложный, особенно если хорошенько изучить авторитетные издания, которые ежегодно составляют статистику поломок и собирают огромное количество отзывов. После долгого изучения этой темы мы составили рейтинг из 10 самых надежных автомобилей за последние 20 лет. Поверьте, это будет интересно. Открывает рейтинг самых надежных автомобилей Ford Fusion. Микрован в свое время пользовался огромной популярностью, и особый пик его востребованности пришелся на 2008. В то время еще делались машины на совесть. С точки зрения технических характеристик данная модель довольно проста. Она обладает двумя движками либо 1.4, либо 1.6, что очень экономично в плане расхода бензина. Чаще всего Fusion имеет механическую коробку передач, но также можно встретить и робота. Данный автомобиль имеет такие преимущества, как достаточно высокий клиренс, а также надежную подвеску. А вот слабым местом машины является отделка салона дешевыми материалами плохого качества, что в первую очередь и выдает его возраст. В остальном же к нему никаких нареканий. Просто подойдите к покупке ответственно и найдите лучший вариант на рынке. Бед знать точно не будете. Но вот внешность может понравиться не всем, поэтому лишь десятая строчка рейтинга. Что ж, едем дальше. Девятая строчка и Мазда двойка. Она входит в список самых надежных автомобилей с 10-летним пробегом. Второе поколение модели имеет внушительные габариты и отличные аэродинамические показатели. Кузов двойки создан с соблюдением высоких стандартов качества. То же самое можно сказать и про подвеску. Никаких нареканий. Салон отличается простотой и практичностью. Имеет хорошую обзорность за счет низко опущенных оконных линий. Пятидверный хэтчбэк представлен в двух комплектациях и изначально имел только двигатель в полтора литра. Владельцы Мазды двойки отмечают, что это добротный автомобиль, который способен прослужить без поломок долгие годы. Но это снова не седан. Снова не совсем то. Поэтому строчкой выше всеми любимая Toyota Corolla. Да, не удивляйтесь, она лишь на восьмой строчке. Все знают. Corolla одна из самых надежных моделей, выпускаемая японской компанией. В ходе эксплуатации этой машины на протяжении первых 10 лет ее владельцы не отмечали значительных поломок, требующих капитального ремонта. Да и вообще, этот автомобиль попал в книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый в мире. Кузов машины прослужит долгие годы, не подвергаясь коррозии. А еще одним достоинством Corolla будет экономичный расход топлива. Да, со временем могут возникнуть трудности со стеклоподъемниками, а также могут наблюдаться сбои в работе привода или кнопок. Как отмечают автолюбители, замок багажника чувствителен к сильным морозам, и при отсутствии необходимой смазки он может потребовать ремонта. Но разве это претензия к 10-летнему автомобилю с крайне надежным движком и идеальным кузовом? Думаю, нет. Наверное, по этой причине Тойоты совсем не дешевеют. Главное не забыть одно. Перед покупкой автомобиля проверить его по всевозможным базам. Сейчас на рынке множество платных сайтов для проверок, но ребята из Adopery дают возможность сделать ее абсолютно бесплатно. Главное выполнить два условия. Вставить объявление с любого сервиса продаж и добавить ВИН-код автомобиля. Его вы можете спросить у продавца. По итогу вы бесплатно получите огромный объем информации. Пробег, ДТП, залоги, такси и самое главное полную историю продаж от одного владельца к другому. Сервис действительно надежный и имеет достаточное количество бесплатного функционала. Ссылку я оставлю в описании, ну а мы вернемся к рейтингу. На седьмой строчке Аудио ТТ. Именно она относится к самым надежным моделям автомобилей с пробегом до 20 лет. Поддержанный автомобиль этой марки имеет отличное сочетание цены и качества. Да, это немного не для России, но машина оснащена надежным мотором, который отличается особым долгожительством. Владельцу ТТ следует особое внимание уделять турбине, которая является ее слабым местом. Если после активной езды двигателю не дать поработать еще пару-тройку минут, то через несколько сотен тысяч километров турбина просто-напросто накроется. Это главный недостаток. Кстати, ТТ еще отличается особой надежностью коробок передач, которая редко когда выходит из строя на протяжении всего периода эксплуатации. Эх, умеют немцы делать. И вот вроде бы все хорошо, но как вы понимаете, автомобиль крайне несемейный. Шестая строчка надежности достается Тойоте Авентис. И это автомобиль с крайне надежным двигателем и неубиваемой коробкой передач. Даже после 10-летнего или даже 20-летнего пробега этой машины прослужит вам еще долгие годы. Модель имеет доступные расходники, а также запчасти ходовой части. Что касается кузовных частей, то автолюбители отмечают, что на эту машину они обойдутся недешево. Да и ценник на автомобиль до сих пор не так уж и падает. Среди недостатков можно выделить низкий дорожный просвет. Пожалуй, это все. В остальном же для данной модели совершенно не характерны критические поломки на протяжении десятилетий эксплуатации. Мотайте на ус, а мы двигаемся дальше. Пятую строчку занимает Honda Servi. Один из самых надежных автомобилей в своем классе. Модель может похвастаться превосходной эргономикой и просторным салоном. Этот кроссовер идеально подходит для условий бездорожья. Он обладает крепкой и очень надежной ходовой частью. Механическую коробку передач можно назвать вечной. Скорее всего, на протяжении всего времени, пока машина будет находиться на ходу, вам не потребуется осуществлять ее замену. Автоматическая коробка тоже отличается достаточно долгим сроком службы. Однако в случае поломки ее ремонт обойдется далеко не дешево. Кстати, как вы уже заметили, в этом рейтинге я не обращаю внимания на конкретный выбор двигателей. Потому что среди всех представленных автомобилей нет плохих комплектаций. Все в рамках разумной и практичной надежности. На четвертой строчке брат CR-V. Toyota RAV4. С пробегом в 10-20 лет она считается одним из самых надежных поддержанных автомобилей. Первое, чем может похвастаться этот внедорожник, так это прекрасными антикоррозийными свойствами. Также машина имеет неубиваемую коробку передач, которая будет служить вам исправно на протяжении всего периода ее эксплуатации. Подвеска данной модели вполне надежна и может прослужить достаточно длительное время. Запчасти на ходовку не очень дешевые, но точно стоят своих денег. Электрооборудование автомобиля работает на высшем уровне и лишь в редких случаях выходит из строя. Большинство владельцев этого автомобиля очень довольны им и эксплуатируют без всяких проблем десятки лет. Не согласен, пиши свое мнение в комментариях, а мы перейдем к призерам. Третье и бронзовое место нашего рейтинга занимает Mercedes SLK. Да, это таки немного спорткар, но все же. К качеству сборки кузова и ходовой части абсолютно никаких нареканий. Механическая коробка передач не грозит поломками, так как она действительно неубиваемая в данной марке автомобиля. Так как автомобиль отчасти спортивный, модель имеет отличную маневренность, быстро набирает скорость и может похвастаться отличной управляемостью. В своем классе и возрасте у машины мало достойных конкурентов. Проверяйте сами. Серебро рейтинга достается Toyota Corolla Versa. Пожалуй, данная машина имеет лучшее соотношение цены и качества. Это очень вместительная модель, имеющая просторный салон. Versa также очень экономична с точки зрения расхода топлива. Коробка передач у этой машины тоже долговечна, а ходовая часть не потребует частого ремонта и значительных вложений. Многие владельцы отмечают, что подвеска слегка жестковата, но в то же время это просто необходимо для российских дорог. Даже на протяжении многих лет эксплуатация Corolla Versa обеспечивает максимальный комфорт и безопасность на дорогах. Недостаток большой и он один. Ее почти никто не продает. Может быть из-за надежности? Ну вот мы и подобрались к первому месту. И не надо меня закидывать палками. На нем Porsche 911. Самый надежный автомобиль в данном возрастном сегменте. При правильной эксплуатации и уходе данная модель может прослужить ее владельцу нескончаемо долго. Двигатели коробка передач, установленные на авто, бесспорно вечны и, скорее всего, не потребуют замены в течение всего периода эксплуатации. 911 имеет оцинкованный кузов, обладающий антикоррозийными свойствами и салон с качественной обшивкой. Двигатель, коробка, качественный салон, оцинкованный кузов. Что еще нужно? Наверное, конечно, вместительность. Ну, на то он и спорткар, который, кстати, очень редко нуждается в ремонте, чем в некоторой степени и обусловлена его высокая цена. Что ж, вот рейтинг и подошел к концу. Осталось лишь узнать ваше мнение. Какой автомобиль должен занять первую строчку вместо Порша, на ваш взгляд? Пишите ваши комментарии, будем обсуждать вместе. Ну, а также лайк поставить не забудьте и на канал подписаться, если еще этого не сделали. Вы были на канале Про Авто. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok